Доброе-доброе утро, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброе время суток. А у нас дождик и температура воздуха в январе плюс 7, плюс 5, плюс 7 сегодня. Я занимаюсь всякими разными делами, которыми нужно заниматься после празднования Нового года. И не совсем приятно начался Новый год. Именно поэтому я сейчас начну говорить об одной очень важной вещи, чтобы вы не забывали. Что я делаю? Я всегда проращиваю зелень. Это я сейчас убирала подоконник, все заново вытирала, поливала и так далее. Вот моя микрозелень. Кстати, микрозелень сейчас очень популярна. Я очень рада этому. Я начала движение такое 10 лет назад. А сейчас смотрю вовсю. Все уже выращивают. Кто-то по моему примеру, кто-то не по моему. Я очень рада, что я передала эстафету. Ну, в общем, процесс идет. Сейчас я вам хочу показать, как у меня... Вот, смотрите, это уже старенький такой... Вот такой вот лук-порей. Вот этот порей я уже раз 10 использовала. Ну, не 10, но 3 точно. И он у меня все прорастает и прорастает. А вот эти вот, вот этот, вот этот, вот этот... Буквально недавно использовала. Вот этот вчера, вот этот вот дня 3 назад, вот этот неделю назад. И посмотрите, как активно он растет. А потом вот такие корешки пускает. Главное промывать, водичку менять. Вот он прекрасно растет. Не надо его закапывать, девочки. Не надо его закапывать. Он и так прекрасно растет. Так, я это в другое место положу, стаканчик. Почему я эту тему вновь и вновь вам пытаюсь донести? Потому что очень неприятно. А, и вот, кстати, у меня здесь прорастают семена подсолнечника. Я все время забываю вам сказать, что подсолнечник прекрасно прорастает. И вот эта зелень, микрозелень, она настолько полезная, что всем, всем советую. Вот буквально за сутки у вас уже появится вот такой вот, видите, проклюнется вот такой проросток. Потом еще немножко он подрастет и все. И проростки можно использовать прекрасно в пище. Я вот так вот закрываю. Водичка там, видите, вот так проращиваю, погружаю не совсем слегка водичку. Естественно, сегодня промыла другую водичку, добавила. И закрываю пленочкой, вот так, такую как тепличку создаю. И все. И вот такие у меня чудеса. Ну, а сейчас я буду пить соду, как обычно, как научил меня профессор Неумывакин. Обязательно буду пить соду и опять рассказывать снова и снова. Потому что первое число, и вот началось не очень приятно. Но я не рассказывала в первых числах вам об этом. По тому, чтобы не портить настроение. А сейчас, сейчас обязательно вам скажу. Во-первых, у моего супруга был водитель на работе. И этот водитель, Павел его зовут, умер. Что произошло? Тромб. Тромб. Причина – тромб, тромбоз. Оторвался и все. Мгновенная смерть. Конечно, что стало причиной, мы понимаем. Во-первых, Павел – это, ну, сразу я вам хочу сказать, что замечательнейшая души человек. Ему еще не было сорока. У него прекрасная дочка, прекрасная семья. Все. Он вообще весельчак. Он прекрасно выполнял свою работу. Ну, во всех отношениях это замечательный человек. Но одно но. Он любил покушать. Вот как бы это ни казалось, ему очень часто мой муж говорил. Очень часто говорил, что надо все-таки снизить массу тела. И поменьше кушать жирного. Всегда за ним очень ухаживала супруга. Она ему все время и котлетки, и отбивные, и сало, и то, и сё. Но он был очень полный. У него вот, скажем так, живот он очень полный был. Я не знаю. Муж очень часто говорил и про соду ему рассказывал. И про перекись водорода, и про Иван Павловича Неумывакина. И предлагал ему взять, почитать книги. Он отказался. Нет. Он говорит, да ну, это не мое, это не мое. Хотя работал хорошо. Но вот это его одышка такая была. И, в общем, видно было, что тяжело. Но он ясно, что он справлялся. Семью-то кормить надо. Но категорически отвергал всё, что связано с водой. Вот результат, результат. То, что вчера нам сообщили после новогоднего праздника. На следующий день человека не стало. Человека не стало. Мне, конечно, очень жаль. Вот есть такое, да, понятие, как чревоугодие. Вот есть и хочется нам вкусненького и всё это. Но, ребята, нам такой организм Господь Бог подарил под названием вот наше физическое тело. И не ценить этого подарка, не ценить того, что мы здесь на земле, в человеческом теле, наши души, прошли на этот уровень. И теперь перейдём на следующий. Но надо качественно прожить и показать свою благодарность Богу за наше тело. Не пренебрегайте. Не пренебрегайте всеми теми открытиями, которые открыли божьи люди. Например, неумывакин. Так, что я делаю? Я пью вот одну часть, ну вот так, на чайной ложке, посмотрите. Соду. А также сейчас залью кипяточком. Там у кого-то шипит, у кого-то не шипит. У меня всё шипит. Так, по-моему, семечко попало. Угу, попало. Так, и наливаю сюда же, чтобы довести. Вот, посмотрите. Всё шипит. Всё происходит. Процесс идёт, как говорится. Это что я доливаю? Это я добавляю, уже закончился у меня. Сок концентрированный. Лимона лайма. Вы можете просто лимончик добавить. Вот. Даже, возможно, заливать молоком, если вы болеете. Такое тоже возможно. И пью. Вот. Поэтому, для чего я это делаю? Да для того, чтобы не было никаких у меня тромбозов и всякого нехорошего состояния. Когда люди тебя не слушают, когда ты говоришь им, когда рассказываешь, а потом что-то происходит нехорошее, то, ну, причина очевидна. Вы знаете, что такое тромбоз? Я немедленно решила рассказать. Сейчас я ещё глоток сделаю. Кстати, после Нового года я не могу никому советовать, но я всегда разгружаю свой организм. Это второе, первое число. Первое ещё доедаем что-то, а второе, третье, четвёртое я лично разгружаю. На четвёртое я, естественно, четвёртого, пятого кушаю хорошо, потому что есть причина. А шестого, седьмого, восьмого там уже у меня идёт такая разгрузка. Итак, что же такое тромбоз? Что произошло с Павлом? Вот это состояние, при котором в кровяных сосудах пожизненно, представьте, пожизненно образовываются кровяные сгустки крови. Вот эти сгустки, их никак не уберёшь. Вот это и есть тромбы. Формирование тромбов, конечно же, препятствует нормальному и свободному прохождению току крови. И кровеносная система даёт сбой. Поэтому запускается целый каскад биохимических реакций. В итоге с помощью тромбоцитов и фибриногена, это являются белки, факторы системы свёртывания крови, происходит формирование кровяных сгустков крови, там, где произошло повреждение сосудов. И процесс формирования кровяных сгустков крови называется коагуляцией. Если же тромбы находятся не в стационарном состоянии, ну, в сосудах или в сердце, а свободно движутся по кровеносному руслу, то это может привести как раз к возникновению эмболии. Что такое эмболия? Это патологическое состояние. Вот так вот. Они проходят туда, где тромбы, где вообще не должны находиться. Это может привести, конечно же, к закупорке и к мгновенной смерти. Первое-наперво, это, конечно же, питание. Есть много факторов риска, но первое – это питание. Если человек кушает много жирного, жареного на масле растительном, вот, доводит до жарки, всё вот это бурлит, кипит, вы это кушаете, котлетки, картофель, белую муку, ну, везде, где много крахмала. А крахмал, он превращается в сахар внутри. И вот он провокатор, не только бактерий, он провокатор всего. Жир – провокатор этих самых бляшек. И вот эти процессы, как раз вот эта жировая масса, она запускает. Почему нужно следить за массой тела? Почему я на этом всегда делаю акцент? Ну, потому что именно это приводит вот к такому, человек не дожил до 40 лет. Раз и всё. Итак, запитание вы поняли. Второе – это курение. Представляете, курение на втором месте. То есть котлетку жирную съели, пошли, покурили, всё. Всё. Этому человеку обеспечен тромб. Да он наверняка и где-то есть, может быть, просто ещё не в свободно движущемся состоянии. Поэтому, конечно, кто ещё занимается вот этим делом, кушает жирное, жареное и покуривает – это провокаторы ваши. У вас есть риск заболеть. Следующее – это, конечно, алкоголь. Он тоже вызывает химические реакции такие, которые помогают оторваться тромбу, если где-то тромб есть, оторваться и пойти в свободном полёте, как говорится. Вот это отлично делает алкоголь. Поэтому, кто выпивает, тот должен знать. Во-первых, уничтожают печень, почки свою. Просто убивают. Несколько капель водки убивают. Ну, а если в себя вливать, то сами понимаете. А ещё и провоцирует вот то, что случилось у Павла. Это не обязательно там. Человек же этот не пил. Вот праздник, обыкновенный праздник. Как говорится, выпиваю по праздникам. Ребята, вот это и страшно. Нажираюсь по праздникам. Выпиваю, и праздник стал похоронами. Для меня это жутко. Поэтому я немедленно решила сделать вот эту программу. Вы знаете, так же и сердечко своё нужно поддерживать в хорошем состоянии. Потому что определённое состояние сердца тоже может помочь тромбу образоваться. А ещё, друзья мои, хирургическое вмешательство. Об этом врачи молчат. И постоянно предлагают вам, давайте сделаем операцию. Давайте сделаем операцию. Ложитесь на операцию. Я сейчас смотрю, столько операций. Вы знаете, раньше столько операций не делалось. Что происходит, я не знаю. Но сейчас чуть что. Раньше операция в диковинку была. Ещё каких-то 15-20 лет назад. Операцию это в самых крайних случаях. Сейчас вы спросите, кому не делали операцию. Почти всем делали операцию. А ведь именно хирургическое вмешательство и длительная неподвижность приводит к образованию тромбов. Скажите мне, врачи, может, я не права? А ещё один из сумасшедших факторов – это применение лекарственных средств. Вот я бы попросила какого-нибудь доктора, хотя я знаю, что он этого не сделает, потому что у них круговая порука. Но, может быть, меня слушает доктор от Бога, такой, как профессор Неумывакин, например, который доктор медицинских наук. Он всё это рассказывает. Пусть перечислит нам лекарственные средства, как можно больше, которые вызывают тромбозы. Нет, я буду всё равно над этим работать. И я людям открою глаза. Так что, прежде чем идёте и встаёте в очередь за лекарствами в аптеку, помните, что есть целая группа лекарств, которые вызывают тромбозы. Поэтому ещё причину, от чего умер Павел, нужно поискать. Хотя первая причина – это, конечно же, чревоугодие. Это первое. Но мне очень жалко этого парня. Этот парень не дожил до 40 лет. Ах, как нам бы хотелось супругам, вот мы говорили, чтобы он ещё жил, жил и жил и жил, и радовался жизни, и получал все дары и блага. Но он сам отказывался от той мудрости, которую предлагал ему мой супруг. Мне кажется, что он давно уже у нас работает. Что если бы он не пренебрегал... И вот иногда, видите, не надо пренебрегать советами умных и старших людей, то, возможно, бы, я думаю, этот парень бы ещё себе продлил хорошие полвека жизни. И ещё есть одна причина – это болезни свёртываемости крови. Они тоже приводят к тромбу. И когда беременность, тогда тоже может возникать, потому что происходят всякие химические процессы. И при тоже неправильном питании, при малоподвижности у девочек, бывает, образуются тромбы. Об этом надо знать. Ну, вот такие вот причины. А о симптомах и про лечение мы поговорим в другой раз. Самое главное – знать причины и не допустить. Ну, а про соду. Про соду я обязательно напоминаю. Особенно для тех, для кого в диковинку, что я взяла вот так вот, развела соду и выпила стакан. Уже кто меня давно знает, те знают. А вот кто не знает, что это незаменимый продукт для человека, по словам Неумывакина, это одно из главных проблем человека, из-за которой здоровье организма ухудшается. Это нарушение кислотно-щелочного баланса. Поэтому и тромбы тоже образуются. Вот это один из показателей среды организма, который не должен изменяться на протяжении жизни. И профессор Неумывакин, он оценивает его за шкалой от 0 до 14. Знаете, он как говорит, что кислотно-щелочной баланс равен 7. То это та самая норма. Все, что превышает показатель 7 – это щелочи. А все, что ниже – кислоты. Когда же показатель равен отметке 14, то это приводит к очень серьезным проблемам, которые являются такие заболевания, как рак, инфаркт, инсульт, которые также от тромбов образуются тоже. А как результат всего этого, конечно же, смерть. И чтобы все показатели были в норме, нужно придерживаться системы лечения содой профессора Неумывакина. Для вот этого необходимо пить соду. Многие пьют один раз, например, как я. Но я не каждый день пью соду. Я пью соду, например, вот после новогодних праздников подряд дней 10 я буду это делать. Потом еще дней 10 через... Ну, пропущусь, делаю 10 перерывов, потом еще дней 10. Все. Потом месяц я не буду пить, а буду добавлять в свою водичку натощак несколько капелек перекиси водорода. Делаю я так. Вот. Другой раз я пью... Вот сейчас закончилось козье молоко. Все. Мне сказали, что козочки ушли на отдых. Нет, беременные козочки, в общем, сейчас меня на январь месяц оставили и на февраль без козьего молока. Не, я все равно, может быть, найду где-то к февралю. Но пока нет. Я буду заниматься вот как раз содой, перекисью натощак пить, имбиротерапией, все такое. Как появится козье молоко? С утра натощак козье молоко. Так вот чередую 10 дней то, 10 дней это, 10 дней воду, 10 дней... Но воду я пью, вообще-то, как только проснулась. Стакан воды, пока туда-сюда походили, поделали всякие дела, а потом соду. Вот так. Это ответ на вопросы, которые постоянно-постоянно поступают от только что подписавшихся наших интернет-сестренок, интернет-братишек. Всем добро пожаловать. Все вы измените качество жизни. Я уверена в этом. Вы продлите себе минимум 50 лет жизни. Я в этом тоже не сомневаюсь. Если Бог даст. Но мы все молимся, и мы духовно подкрепляем себя. И поэтому Господь Бог дает, вот дал мне еще один день. Вот так вот. Так что, дорогие мои, вот нельзя, чтобы 14 было, да, чтобы кислотность была такая, кислотно-щелочной баланс, чтобы не был равен 14. И чтобы все показатели были в норме, нужно вот придерживаться именно лечения содой профессора Неумывакина. Посмотрите, есть ли у вас книги, может быть, где-то продаются. Не продаются, смотрите мои передачи. Смотрите другие передачи с участием Ивана Павловича Неумывакина. Смотрите его лекции. Он очень хорошо рассказывает. Вот, к примеру, в желудке кислота от 0,2% до 0,3% концентрированная. А во рту 7,4% до 7,8%. Если взять толстый кишечник, то там кислота составляет целых 9%. А в 12-перстной кишке немного меньше, 7% от 7 до 9%. Немного отстал тонкий кишечник, там от 6 до 8%. Собственно, когда мы разобрались с кислотностью нашего организма, можно переходить и к рецептам лечения с содой. Поговорите со своим лечащим врачом именно о том, как разобраться вам в кислотности. Поздавайте анализы на кислотность, все четко узнайте, а потом приступайте. Вот так, только так я посоветую. Чтобы приготовить соответствующий напиток, необходимо взять всего лишь вот, сколько я вам показала, пол чайной ложечки, 1 четвертой. Вам можно начинать вообще на кончике чайной ложки соды и налить туда 80 градусов, 90-70 кипятка, чтобы погасить. Я еще добавляю лимонный сок. Тут мне витамин С нужен, ну или сок лимона лайма. Витамин С мне очень хорошо помогает. Либо я беру таблеточку немецкую, содовую, бросаю, и это та же самая сода. Там уже все рассчитано. И витамин С, и другие витаминчики, и сама сода. И это замечательно. У немцев это есть, это вообще прекрасно. Не знаю, почему наши заводы не выпускают вот этот простой витамин с содой. Я не буду его показывать, чтобы не говорили, а она специально, она рекламирует. Я ничего не рекламирую. Все, что я делаю, все, что я говорю, я говорю от чистого сердца, от души, именно от души. Я хочу, чтобы жизнь ваша стала качественной и духовно, и физически. Мне это очень надо. Я не знаю, почему, но мне это очень надо. Вот что-то меня побуждает на то, чтобы люди, простые люди, жили долго и жили счастливо. Для молодого организма, а, кстати, только натощак это можно употреблять. Вот, я с вами беседую, сколько времени. И, во-первых, я пила долго. Вы видели, сколько я пила? Минут 10-15. Маленькими-маленькими глоточками. После этого я также не буду пить и есть как минимум час. Как минимум час. Все это делаем натощак. Перед этим я тоже не ела. А где-то перед этим за минут 30 до этого я пила водичку. Теплую, чистую воду. Но только не из-под крана. Я пью родниковую воду. Ну, а у вас как? Где вы находите? Я знаю, где родник у меня. Я пью воду. А как у вас, я не знаю. Вот так. И для молодого организма достаточно будет на кончике пальчиком. На кончике. И потом детям нельзя. У детей все нормально. Они не зашлакованы. Ну, если вы, конечно, их правильно кормите. Если вы им даете жареные котлеты, жареные пирожки, жареные оладушки и все такое, то, конечно, зашлакованные дети. Конечно, дети будут часто болеть. А если вы на картофеле и на макаронах их держите, понятно, дитё будет болеть. Ну, а если у вас чечевица, гречка, если у вас соевые бобы, фасолька и другое, то, конечно, они у вас будут здоровы. Если много салатов дети кушают, они у вас будут здоровы. Если вы делаете на пару котлетки, если вы делаете часто голубцы, если вы часто делаете фаршированный перчик, детки у вас будут здоровы. Если абсолютно не употребляете мясо свинины, замечательно. Вот. Ну и пейте как можно больше, пейте воды. После соды такое чувствуется, знаете, как, что ли, вроде как не пена, а сушит, как-то сушит во рту какие-то изменения. Вот в этот момент надо много пить водички тёплой. Пейте, пейте, пейте. И у вас в организме восстанавливаться все кислотно-щелочные моменты будут. Вот. Казалось бы, ничего сложного. Но как и у любого другого лекарства, здесь есть свои особенности. Кому-то сода подходит, кому-то нет. Поэтому я настаиваю, чтобы вы говорили, разговаривали со своими врачами, чтобы вы с ними дружили. И тогда, и так только через дружбу, через хорошее отношение, вы можете от них узнать хорошую информацию. Пока на сегодняшний день правильную информацию. Ну, а если, конечно, врач чисто бизнесмен, то вам ничего хорошего не светит от такого врача. Побольше тогда лучше слушайте профессора Неумывакина. Он очень много говорит полезных и важных вещей. Самое главное, что нужно знать каждому, это мощнейший щелочной элемент. А поэтому нужно быть осторожным с его применением. Вот так. Лично для меня это важный процесс, потому что я, когда узнала о лечении соды, то узнала, что Неумывакин говорит, как об очень важном процессе в нашей жизни. И неспроста. Ведь если пить соду регулярно и правильными дозировками, то она предотвращает такие заболевания, как инфаркт, инсульт в раннем возрасте, появление тромбов в раннем возрасте. И вот этот пример после новогодней появился мне звоночком. Говорить, говорить, говорить. Давно я не говорила о соде. К тому же, если вы любитель запивать пищу, тут тоже рассказывал профессор очень много, нельзя пищу запивать. А если вы любитель запивать пищу во время еды водой или какой-нибудь другой жидкостью, то сода просто незаменима в нашем рационе. Ну, у тех я имею в виду, кто запивает. Поскольку необходимо восстанавливать кислотно-щелочной баланс организма. Это говорит Неумывакин. Конечно, это невыгодно ни врачам, ни фармацевтам, никому, кто связан с бизнесом. Сода же это дешевый продукт. И они пустили утку о вреде соды. Но вред-то получился вот у того человека, который умер первого января, которому говорили, пей соду, мы ему говорили, мой супруг ему говорил. Павел. Но Павел отказывался категорически. Пока что я вижу, как один за одним уходят мои знакомые. И именно те, которые не открывали Библию, которые не верили в профессора Неумывакина, в его систему, которые не слушали именно хороших, добрых людей, которые искренне верили в то, что человечество можно избавить от страшных заболеваний и продлить качественную, здоровую жизнь. К примеру, мне так и остался Неумывакин, который умер на 90-м году жизни. А я люблю вас. Будьте благословенны. Живите долго, качественно. А самое главное – здоровье. Приходите ко мне на канал. Выращивайте и проращивайте все, что можно. И все это используйте в салатиках и в своем питании. Потому что ваши близкие – это то, как вы их кормите. Вот они – индикатор здоровья. То значит что-то неправильно, если они часто болеют. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин